подытоживая серию этих видео могу лишь еще добавить ознакомиться с такими интересными психологическими экспериментами на которые были сняты документальные фильмы один из них я уже приводил в пример в своих видео это фильм я и другие советский фильм фильм который показывает как на нас влияет социум как мы подвергаемся воздействию социального программирования и как в таких случаях люди себя ведут это показано на примере в различных ситуациях второй фильм то есть второй эксперимент эксперимент милгрэма который мил грэма который тоже показывает именно подчинение авторитетам этот эксперимент проводился в америке если не ошибаюсь конце 50-х годов я еще сниму о нем отдельное видео потому что я считаю что он очень интересный и показательный и вроде бы это все понятно вроде бы даже если ты знаешь эти механизмы даже если ты читал книгу роберта челдини психология влияния если ты даже осознаешь все эти механизмы как на нас влияют как нас подавляют как нами манипулируют то в реальности вот в повседневной жизни когда мы занимаемся бы там рутиной какими-то делами работы тоже самый отлавливать все эти влияния очень тяжело потому что нужно находиться в таком случае полностью в осознанности 24 часа в сутки именно даже 24 часа в сутки даже во сне ты должен быть осознанным потому что когда ты спишь в обычном состоянии ты становишься неосознанным и у тебя могут возникает бессознательные какие-то бессознательные программы мысли именно поэтому бывает что ты вроде бы засыпаешь такой в хорошем настроении в хорошем состоянии а утром ты можешь проснуться полностью разбитый как будто ты не спала и как будто ты всю ночь работал бывают такие явления стал это замечать это действительно очень интересно потому что вроде бы ты поспал вроде бы ты отдыхал а утром просыпаешься и чувствуешь вот настроение нету какая-то какая-то апатия такая на грани с депрессией даже какие-то отрицательные какие-то мысли лезут в голову какой-то негатив вообще во всем во всем теле в состояниях а все почему потому что пока ты спал видимо у тебя в голове сработали какие-то бессознательные механизмы установки именно ну негативные отрицательные которые вот привели к такому состоянию когда-то уже проснулся сознательно ты это не понимаешь откуда это взялось ты же не заказывал это все она откуда-то пришло так вот так вот подытоживая то это видео мы сейчас все находимся в состоянии хаоса в мире состоянии неопределенности потому что что будет дальше в мире происходить никто точно не знает сейчас происходит достаточно тяжелые глобальные изменения единственное на что стоит опираться это на себя в первую очередь на свои силы и об этом я тоже говорил еще раз подчеркиваю опираться на себя то есть понять какие у тебя ценности сформировать их если нету какие убеждения соответствии с этими ценностями сформировать если ты их еще не понимаешь какое поведение ты хочешь вообще чтобы было в твоей жизни какое окружение это хочешь своей жизни какие действия это должен совершать для того чтобы у тебя было это поведение было это окружение какие ты цели хочешь в своей жизни ставить потому что соответствие со целями у тебя будет такая мотивация и таким образом ты будешь устраивать свое поведение как раз такие значимость внутренней работы вот в этом хаосе хаос он определен внешняя жизнь сейчас не определенные мы не сможем на это повлиять контролировать все что мы можем контролировать все на то что мы можем влиять это сами на себя именно поэтому работа сейчас над самим собой это может быть образование то есть получить какую-то какую-то специальность которая тебе интересна и которая востребована для других людей это может быть физическое развитие то есть заниматься спортом питанием какими-то медитациями может быть духовными практиками то есть обязательно только в первую очередь самим собой своими навыками своим здоровьем своими состояниями вкладывать деньги средства время и другие ресурсы в себя в свое развитие ну и в таком случае также ты сведешь к минимуму какой-то кризис своей жизни кризисы точнее а самое главное их последствия ну и до встречи в следующих видосах всем пока посмотрите на пирамидки какого цвета пирамидки пожалуйста обе белые вы пожалуйста вы пожалуйста обе белые вы обе белые вы черные белые да неужели вы убеждены в этом да посмотрите пожалуйста на портреты второй и четвертый портрет бабушка и дедушка вы считаете что это портрет одного и того же человека да это ваше мнение да это мое а посмотрите пожалуйста на 1 4 вас не смущает что на первом портрете курнос и человек с круглым лицом а на втором другой тип лица и другого строения нос вы тоже считаете что это портрет одного и того же человека